Здравствуйте! Это программа Акцент дня. Меня зовут Алексей Ильин. Как всегда, в это время мы обсуждаем самые актуальные новости последних суток. И сегодня говорим о том, почему Украина больше не верит Западу и расстреле ВСУ мирных жителей в Харьковской области. На связи со студией политолог, сопредседатель движения «Русский Союз» Алексей Кочетков. Алексей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот министр обороны Украины заявил о том, что Киев больше не доверяет устным заявлениям Запада. Что могло стать причиной такого недоверия? Ну, я так полагаю, что это продолжение истории с якобы недопоставками оружия, потому что украинцы требуют все больше и больше и больше для себя помощи, требуют все более серьезного вооружения, требуют танков, требуют ракет, требуют артиллерию. Мы слышали заявление министра обороны Германии, и не только ее, а многих европейских политиков, о том, что уже вот эти пределы помощи, они уже исчерпаны. Германия не может снабжать Украину вооружениями в ущерб себе, что если украинцам нужна техника, они могут обращаться к странам Восточной Европы, которые так сильно и активно их поддерживают. Но и эти страны тоже отказываются помогать, так как тоже считают, что они уже сделали все, что было необходимо. Я думаю, это вот как раз такая попытка оказать давление, попытка встать в позу обиженного такого ребенка или просителя, которому чего-то там не додают большие дяди. А вот раз вы такие, то тогда мы назло вам отморозим уши и там убьемся об стену российской армии. Ну вот в Киеве в минувшие выходные прошел таинственный форум, на котором Зеленский, собственно, сообщает информагентство Ньюсфронт, заявил, что Запад уменьшит финансовую помощь Украине и сократит поставки оружия. Вот что это значит для Украины? Для Украины, собственно, для Украины как для Украины. Это ничего не значит. Это значит для верхушки, которая правит в Киеве, что финансы на их личные счета будут поступать в несколько меньшем объеме. Ну и вообще, как в том старом анекдоте, папа, ты будешь меньше пить, нет, вы будете меньше кушать. В данном случае на украинцах это никак не отразится. Ну, может быть, разве что, если там действительно уменьшатся поставки вооружений, значит, украинцев будет меньше погибать на фронте. Не более чем. Но это значит, что наступает все-таки усталость от Украины, от украинского кризиса. Европа все лучше и лучше видит перспективы, которые открываются перед ней, связанные с осенне-зимним периодом, с отоплением собственных домов, с энергетическим кризисом, с прекращением поставок российских углеводородов в Европу. И, соответственно, здесь надо что-то делать, а нельзя же сделать это сразу. То есть они нас полностью демонизировали, расчеловечили, а здесь вдруг раз, и они заговорят о том, что с нами надо договориться. И еще вчера мы были собаками, орками, и бог знает кем там еще, и сейчас остаемся. Но общество нужно готовить к тому, что вот эти изменения должны происходить постепенно. Вот европейские политики эти изменения постепенно и готовят. Они начинают сокращать, якобы, по крайней мере на словах, поставки оружия, сокращать финансирование, и при этом все больше и больше раздается критики в адрес киевского руководства, в том числе и в их топовых СМИ. Ну, вот с этим это все и связано. Ну вот заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев передает Царьград, считает, что заявление Зеленского, цитирую, детская разминка перед требованиями будущего. И то, что Зеленский их знает, тотальная капитуляция киевского режима на условиях России. Конец цитаты. Как вы считаете, действительно ли все идет к капитуляции Киева? Ну, после событий последних на фронте, последней недели, я бы, честно говоря, так оптимистично не говорил. Надо все-таки дождаться нашего серьезного ответа. А то мы по центрам принятия решений уже 7 месяцев никак не можем начать наносить удары. Но, тем не менее, от России в первую очередь собственные граждане и собственная армия, солдаты на фронте ждут решительных действий. Поэтому после того, как эти решительные действия наконец произойдут, можно будет говорить уже и о капитуляции. Пока все с точностью до наоборот. Вот это Данилин, глава СНБУ Украины, говорит о тотальном разоружении России, о полной капитуляции и о разделе российской территории. Поэтому тут, собственно, мне кажется, что в самом Киеве в головах руководства еще ничего не изменилось. И для того, чтобы это произошло, их нужно очень серьезно подтолкнуть. Алексей Владимирович, вот мэр города Изюм Валерий Марченко сообщил, что сейчас в городе пройдут фильтрационные мероприятия. Что это может значить? Это означает только одно. По крайней мере, судя по той информации, которая попадает в Россию через личные связи, через социальные сети, которые еще работают, там начался тотальный террор против местного населения. Этому террору подвергаются все, кто так или иначе, находясь на территории, освобожденной российскими войсками, просто соприкасался с военно-гражданской администрацией, хоть какие-то контакты имел с российской армией. То есть это не просто какие-то там, как они их называют, коллаборанты. Это все, кто так или иначе просто находился на этой территории и не выступал активно в поддержку Украины. Как пишут люди, которым или удалось вырваться уже после того, как российская армия оттуда вышла, или которые остались еще где-то там прячутся в подвалах, что забирают поголовно всех мужчин, идет тотальный грабеж, людей увозят в неизвестном направлении, они уже больше не возвращаются. То есть происходит примерно то, что происходило на этих же землях в 1942 году. Идет уничтожение мирного населения, лояльного Российской Федерации. Но у нас также есть информация, что в Волчанске неизвестные ходят по домам сотрудничавших с российскими военными, помечают двери домов и квартир буквой «З». для чего это делается? Ну, примерно, наверное, то же самое, что во время «Ночь длинных ножей» во Франции, когда убивали богенотов, там тоже им помечали двери. Это означает, что людей будут, ну, как минимум, репрессировать. Это для того, чтобы было понятно, куда должны заходить каратели, кого должны забирать. Собственно, это уже идет и без этих знаков. Но это тотальный моральный террор против местного населения. Делается это с той целью, чтобы запугать не только тех людей, которые вновь оказались под украинской оккупацией, но еще и людей на остальных освобожденных территориях, в Запорожской области, в Херсонской области и даже в Крыму, что все они подвергнутся вот таким вот репрессиям, подвергнутся геноциду, если они срочно, бегом не начнут переходить на сторону Украины. И в некотором смысле это действует, потому что поднимает голову всякое отребье, причем оно поднимает голову даже в российском Крыму, который, в общем-то, раньше был такой точкой, где на карте России, где проукраинских настроений не было от слова совсем. А в чем это выражается? Появляются на улицах люди, которые начинают где-то скандировать на украинском языке русофобские речевки, начинают появляться люди, подростки с украинскими флагами. Это единичные случаи, Аксенов сказал, что будут со всеми этими случаями разбираться, но все-таки это говорит о том, что какое-то скрытое подполье даже в Крыму существовало, и сейчас это подполье получило такой вот сигнал, что их единомышленники, так сказать, они там где-то уже пытаются осуществить реванш. Вот также, знаете, Алексей Владимирович, различные СМИ сообщают, что западные наемники расстреливают мирных жителей в Харьковской области и снимают происходящее на камеру. Виталий Ганчев полагает, что цель этих действий провокация против России. Вот как считаете вы? Ну и провокация против России, мы с вами говорили уже о том, что вообще наемники на фронте, это очень редко когда для того, чтобы повоевать с регулярной армией. В основном наемники нужны для того, чтобы запугивать, сеять террор среди мирного населения, запугивать мирное население, проводить диверсии и осуществлять различные провокации. Наемникам ведь не жалко местных, они для них никто, это просто биологическая масса. Они приехали зарабатывать деньги. Соответственно, они должны заниматься такой работой, которая, а, не предусматривает их гибель, самих наемников, предусматривает очень высокую оплату, ну и плюс нужно, они же на сафари приезжают, нужно еще и реализовать свои вот эти внутренние садистские потребности. Вот оно все складывается в одно, они убивают мирных жителей, и при этом, ну да, скорее всего, это будет плюс использовано в качестве провокации, вот как было с Бучей, и не только. Поэтому, соответственно, тут ничего хорошего ждать не нужно, мы же прекрасно знаем, с кем мы воюем, это же все-таки не пропаганда, что там нацисты, там самые оголтелые отребья с Запада, что Запад нас всех расчеловечил, это касается не только жителей, собственно, Российской Федерации, но и тех жителей Украины, которые нам симпатизируют, у нас не должно, их и нет иллюзий, то большинство людей, кто живет при фронтовой зоне, иллюзий давным-давно нет, они, может быть, есть у кого-то там в Москве, в Петербурге, в других городах, далеко от фронта, а там все уже предельно ясно, и вот эти сообщения, они как-то не должны удивлять, ой, а как же так, да никак, вот так оно и происходит, так мы 8 лет в этом режиме жили. Алексей Владимирович, РБК сообщает, что Киев задержал на Украине и российских учителей, для чего и что может быть с ними? Их, скорее всего, будут, если они, конечно, еще живы, их, конечно, будут судить, скорее всего, придумают им там массу каких-то ужасных статей, скорее всего, с ними будут работать власовцы из «Свободной России», или как она там называется сейчас, их будут показывать по местному телевидению, где они там плачут и каются, опять же говорю, если останутся живы. Их по полной, что называется, программе будут использовать в качестве антироссийской такой пропаганды и в качестве такого, опять же, показательного, такого демонстративного наказания для всех, кто еще пытается помогать российскому государству и российской армии, то есть для всех, чтобы в том числе и у граждан России возникал страх, кто-то возит гуманитарку на Донбасс, те же самые учителя едут ведь не только на освобожденные территории, они едут и на Донбасс тоже, в страну, которая признана Российской Федерацией. Вот чтобы таких людей как можно меньше было, чтобы как можно меньше было волонтеров, они сейчас будут демонстративно устраивать всякие ужасы и зверства вот с этими несчастными, попавшими в плен, честными и хорошими людьми. Мы знаем, что людей сейчас массово эвакуируют с Харьковской области. Известно ли вам, сколько человек уже удалось переправить на подконтрольную нами территорию? Речь идет о нескольких тысячах. Формацию эту сейчас сложно проанализировать, потому что она очень такая противоречивая. Но вот мои хорошие знакомые, которые в Белграде непосредственно занимаются координацией, говорят, что уже свыше пяти тысяч, но это там больше гораздо, но уже не меньше пяти тысяч человек перешли на нашу территорию и размещением их занимаются. Но это все равно капля в море по сравнению с тем количеством наших же людей, которые остались там и теперь подвергаются смертельной опасности со стороны нацистов, СБУ и вооруженных сил Украины. Алексей Владимирович, мы благодарим вас за это интервью. Всего вам доброго и хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Это программа «Акцент дня». Меня зовут Алексей Ильин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать их здесь, в этой студии. Всего вам доброго и до завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова